Потому что они находятся в коллекции семейных, и там портреты детские. Детские портреты, все, что касается души женщины. И вот к этому, как бы сейчас, к этой инсталляции, которая получилась с этим домиком, я прочту тихотворение, которое называется «Сын». Могу выйти, конечно. Конечно. Вот, потому что противоабортная тема, которая сейчас с вами обсуждается, она меня коснулась лично, потому что я была за руку приведенной Марией на собирании подписей против абортов. И когда вот это я все осознала и столкнулась с теми женщинами, которые жили в советское время, я поняла, что это проблема. И что на самом деле с этим надо как-то начинать жить так, чтобы этому противостоять, потому что все очень сложно. Потому что ни одно поколение выросло уже на этом. А что касается всех проблем, которые связаны с лет рождения, я думаю, что нам, женщинам, просто уже поменяли мозги на материальные. Вот. И от этого очень много проблем. Поэтому мы, то есть все проблемы, исходя из того, что мы раньше считали духовные выше материального, то теперь у молодежи как раз проблема от того, что поменены мозги четко на материальные. Установка была не сегодня, она шла с Советского Союза, когда детей рожали для квартир, когда считали их количество по метрам, понимаете, и тогда уже это закладывалось. Потому что если бабушка говорит, я сидеть не буду, как девочке стать успешной? Как реализовать свой потенциал? Потому что мужчинам негде работать. Значит, бабушка говорит, что у нас жить негде. Посмотри, мы тут сами ютились на коммуналке и все остальное нам придется с центра Москвы съезжать для того, чтобы эти квадратные метры где-то взять. На дачу мы все жить не можем и т.д. и т.п. То есть проблема, это Москва, я про Москву промолчу, периферия вообще глуха. Там единственная, как бы, да, еще традиция, которая держала людей. И когда все жили деревнями, и когда детей отдавали с рук на руки, и когда одна семья двоюрная, троюрная, пошли на покос все. Детей отдали, да, одна посидела, другая присмотрела, бабушкам и поручкам передали. Бабки, няньки, детки, бабки, все присмотрели за детьми, дети на воле росли. И получалось так, что сейчас двоих детей одной маме без поддержки мамы, бабушки или там еще что-то невозможно вырастить, потому что у женщины едет крыша, она не может 24 на 7 отсюда, как бы, да, вот то, что сказал священник, то, что это психологически вынести невозможно. Дети постоянно болеют. Невозможно это было и в советское время, потому что приспосабливались в то, как мог. И просто сейчас говорить о том, чтобы поднять деторождаемость, значит, нужно думать, нужно думать, нужно думать государству о том, нужно добиваться проектного, как бы, решения. Во-первых, каждой женщине, в зависимости от того, родит она или не родит, 150 тысяч нужно минимум, это минимум, что нужно каждой женщине. Потому что если сейчас уже поменены мозги у трех поколений, понимаете, говорить просто пустые слова и рассчитывать на соцзащиту, где женщина становится заложницей, она вынуждена выпрашивать кусок хлеба. Это унижает ее, как женщину. Она идет в храм, она и там вынуждена как-то концы с концами сводить. А если у нее, значит, не сложилась судьба, как бы, да, муж, вот сейчас, да, в этой ситуации может оказаться любая женщина, у которой завтра заберут на фронт, на войну заберут мужчину. Если он сам пойдет, если ему негде работать, он будет вынужден заработать хоть что-нибудь для того, чтобы закрыть ипотеки, закрыть кредиты и все остальное. Только женщина сейчас своим умом, этими ста пятью, десятью тысячами рублей, да, может реально себя содержать, семью содержать. Потому что нас дают на детей, дают еще на что-то, а женщине в это время не надо ничего, она вообще, она вообще что, создана, ну, как бы, да, она духовное существо, но она и существо, которое пришло в мир, извините меня, как бы, она не может бродяжничать, где-то что-то собирать, если у нее детей. Я знаю историю, где здесь в Матичке у женщин было пять детей, ей сказали, идите работать, тогда мы у вас детей не отберем, это как? Ну, как это вообще? Ну, вы, да, вы понимаете, вопросы, конечно, правовые, и на таком уровне... Я говорю о том, что есть минимум для женщин, но ни в коем случае нельзя давать деньги мужчинам. Почему? Потому что от этого сложился и Запад, да. Нам этого допустить нельзя. Только потому, что женщина подняет на все, что угодно, только не на войну. Ну, не тратит женщины на войну, понимаете? Почему мы разрешили убийство, не только детей, а вообще убийство, в принципе, как можно разрешить мужчине убивать, если он не может никого родить? Скажите мне, пожалуйста. Ну-ка. Ну, вообще, вот как раз тем, на которые я... Да, если бы мужчина мог родить хотя бы воробья, почему мы разрешаем им вообще убивать кого-либо? Аборты это тоже, в принципе... Абсолютно, с вами согласны. Ты собираешь, что очень можно отдать. Потому что вы очень добивались от всех, кто здесь говорил, вы добивались от того, чтобы говорили про душу. У женщины перестает душа быть живой. После аборта у нее атрофируется все. У нее нет души, понимаете? А она будет жить, как биоробот. Она перестанет чувствовать этот мир так, как она это делала до этого. Вот это я вам могу сказать точно. Стихотворение «Сын» читаю. Я хочу на солнышко взглянуть и услышать пение рассвета. Вас обнять и в тишине вздохнуть, что так быстро пролетело лето. Где-то небо в синей пелене, море-берег ласково штургнул. Вы ко мне приходите во сне. Я уже живу и существую. Вот уж сердце бьется. Раз, два, три. Я машу вам ручкой, папа, мама. Я живу, пока еще внутри живота и пуповиной связаны. А вокруг меня тепло-тепло. Слышу все. Но, жаль, пока не вижу. Вот уже и десять дней прошло. Посмотрите, я уже подвижен. Вы уже узнали обо мне. Принимайте свое решение. Что-то сильно сжалось. И во мне появились робости, сомнения. Если вы не примете меня, я погибну. Даже без крещения. И от этой мысли плачу я. Плачу, плачу. Нет утешения. Чтобы рог небесный на земле за меня вам не назначил мщение. Я вам расскажу, как буду жить. Чтобы рассеять ваши опасения. Я хотел бы вырастить, как все. Вырасти, как все. Стать красивым. И на удивление вам построить новый теплый дом. Летом на зиму варить варенье. Чтобы в этом доме жили мы. Чтобы вы вдвоем не заскучали. Чтобы жили в радости, любви. Чтобы не знали горести, печали. Чтобы ваша давняя мечта воплотилась в жизни с новой силой. Чтобы с неба вам достать звезду. Чтобы в доме счастья поселилась. Маму мы отправим на курорт. Папа вместе с нею подлечится. Сядем на дорожку, чай попьем травяной. С колодезной водицы. Пироги я в печке напеку. Чтобы вас побаловать, родные. Я пришел, чтоб сильно вас любить. В старости вы будете больны. Чтобы вам подать стакан воды. И молиться, сколько хватит силы. Чтобы все надежды и мечты принести на дедову могилы. Чтобы вас вымаливать потом, после расставания большого. Именами вашими назвать внучку. А потом еще меньшого. Мама, папа, я уже живой. Пощадите, не убивайте. Я уже совсем-совсем большой. Вы меня врачам не отдавайте. Я пришел спасти вас от войны. Ради вас готов идти на подвиг. А за годы мирной тишины вырасту. И буду я полковник. Или вы мучитель. Или поэт. Музыкантам, если захотите. Только дайте выйти мне на свет. Вас прошу, меня не погубить. Мама, папа, я уже живой. В тот момент, когда меня зачали. Маленький, но все-таки живой. Вы меня своим уже назвали. Я для вас всю землю вам лечу. Покорю все горные вершины. Мама, папа, я домой хочу. Я хотел быть просто. Вашим сыном. Спасибо. А сегодня я хочу прочесть вам еще одно стихотворение, которое касается женской судьбы, которая делает выбор всегда. И от этого очень много зависит. Потому что, ну, потому что все зависит от женщины. Потому что плод, который ей подарен, несет она. Сегодня у моей мамы день рождения. Я выбрала не поезд, а сегодняшнюю встречу. Собственность называется скрипка. Скажите, что на рынке мне купить? Сегодня все повсюду предлагает. Какой жизни хочу я получить? Меня свобода нынче искушает. Поесть, попить или повышевать. Что душеньки моей охоты. А может, на машине погониться? Или купить билеты Аэрофлота и улететь в красивую страну? И там посорить, как следует деньгами. Но нет, сегодня я домой пойду и подарю другую скрипку маме. Та старая рассохлась навсегда. Когда-то просто ей ее отдали, она звучала живо и легко. А мать, или, может, страдевая, подделка вроде в маминых руках, она протяжно и задорно пела. Рассохлась, нету сил в ее колках. Лишь корпусом она и уцелела. Ты отказалась от своей игры. А Бог тебе доверил эту скрипку. Если над тебе талант, бери его, не делай ошибку. Не изменяй родному, никогда не потеряй подарок, божий исков. Так поменяла мама навсегда. Свою карьеру, творчество, улыбку на нас. И теперь по дому бего дня. И суетятся, и лопочат ноги. И сохлись от работы и воды твои усталые, натруженные руки. И вся тебе подблазна суета, печаль и радость. Горь и улыбка. За нас ты молишься, когда одна. И каждый из нас твоя ошибка. Скажите, чем же мне себя развлечь? Сегодня все повсюду предлагают. И от чего себя предостеречь? Меня свобода нынче? Искушаем поесть, попить или побоевать. Что, душеньки, моя охота? А может, машину погонять? Или купить билеты аэрофлота? И улететь в красивую страну? И там посорить, как следует деньгами? Ну нет. Сегодня я домой пойду. К своей одной родной любимой маме. Запречеством от праздной суеты. Мы проболтаем с мамой до рассвета. Я расскажу ей про мечты. И лучше для меня наград нет. Через вами выступала поэт. Творческий псевдоним мой Солома. В миру Наталья Маклакова. Большое спасибо вам за внимание. Если будет у вас силы послушать еще что-нибудь, прочту с удовольствием. Спасибо большое. Есть шесть стихотворений на противоабортную тему. Если кому-то нужно, еще одно тогда и ухожу. Боже. Но только не плакать. Столстнее. Плакать это хорошо. Да. Простите, потому что я всегда хочу только добрые эмоции, но не включаются. Так вот, если это хорошие стихотворения. Хорошо. Просто это уже более масштабное стихотворение. А в нашей ситуации, я думаю, что оно очень сложно. Сейчас, сейчас, сейчас. Хотите мы пока с Варварой поговорим? А вы как раз найдете немножко. Давайте так, давайте.